По окончании гражданской войны в рабочей и крестьянской Красной армии имелось незначительное количество орудий особой, и, большой мощности. Основную массу составляли орудия иностранного производства. Большинство из них морально, и, технически устарели, возможности поддержания в боеспособном состоянии данных орудий были ограничены. Поэтому в 26-м году Ревоинсовет Советского Союза признал необходимость замены орудий иностранного производства МАД. Частью отечественного производства, определил калибр орудий особой, и, большой мощности. Артиллерийский комитет ГАУ наметил программу разработки проектов, чертежей, и, заказов опытных орудий. 152-мм пушку образца 1935 года разработали в соответствии с данной программой. Кроме того, вычли требования системы арт-вооружения на 1933-1937 года. Основным предназначением пушки были борьба с артиллерией противника, а также разрушение его оборонительных районов. Многие детали конструкции данной пушки унифицированы с 203-мм гаубицы образца 1931 года. От гаубицы с небольшими изменениями заимствован лафет, имеющий гусеничный ход, и, допускавший ведение огня непосредственно с грунта, исключая необходимость использования спецплатформы. Новым элементом системы был 152-мм ствол, имеющий поршневой затвор, и, пластический обтюратор. Для ведения огня использовали выстрелы картузного раздельного заряжания со снарядами, имеющими различное назначение. Дальность ведения огня осколочно-фугасным снарядом, масса 48,77 кг, равнялась 25750 метрам, что вполне соответствовало требованиям, предъявляемым к этому орудию. Для орудия данного класса 152-мм пушка образца 1935 года была довольно подвижной, поскольку в походном положении могла быть разобрана на две повозки, транспортируемые гусеничными тягачами на скорости до 15 км в час. Гусеничная ходовая часть лафета обеспечивала довольно высокую проходимость системы. Перед войной 152-мм пушки образца 1935 года приняли на вооружение отдельного артполка большой мощности РГК, по штату, 36 пушек образца 1935 года, личный состав 1579 человека. В военное время данный полк должен был стать основой для развертывания еще одного такого же подразделения. Поскольку ход боевых действий для Красной Армии на начальном этапе ВОВ был неблагоприятным, 152-мм пушки, как, и, практически вся артиллерия большой мощности, были отведены в тыл. Орудия большой мощности вступили в действие только в конце 1942 года. БР-2 была предназначена для уничтожения объектов в ближнем тылу противника, складов, капы высокого уровня, железнодорожных станций, полевых аэродромов, дальнобойных батарей, скоплений войск, а также разрушения вертикальных фортификационных сооружений стрельбой и прямой наводкой. БР-2, Б-30, использовались во время Советско-финской войне, одно орудие при этом было потеряно. В рабочей крестьянской Красной Армии в июне 1941 года имелось 37 БР-2, согласно другим данным, 38, в войсках же имелось 28 орудий, которые входили в состав тяжелого пушечного полка РВГК, и, двух отдельных батарей, которые находились в Архангельском военном округе, и, использовались для береговой обороны. Остальные находились на полигонах, и, складах. В основном это были опытные орудия, и, пушки, имеющие мелкую нарезку. О боевом применении БР-2 известно немного, в частности, есть сведения об их применении во время Курской битвы. Также эти орудия в апреле 1945 году стояли на вооружении артиллерийской группы 8-й гвардейской армии, пушки использовались во время берлинской наступательной операции для поражения целей находящихся на Зиеловских высотах. В течение 1944 года израсходовали 9900 выстрелов к пушке БР-2, на Ленинградском, 7100 выстрелов, первом Прибалтийском, и, втором Белорусском фронтах, в 45-м году, 3036 выстрелов, расход снарядов для данных орудий в 1942-43 годах не фиксировался. Вероятно, во время ВОВ орудия данного типа не несли потерь, так как по состоянию на 1 мая 1945 в частях РВГК насчитывалось такое же количество орудий, как, и, на начало войны, то есть 28 орудий. Данный факт в первую очередь связан с осторожным использованием орудий данного типа, а также своевременной эвакуацией из западных районов СССР в тыл в 1941 году. Пушку БР-2, впрочем, как, и, другие орудия большой мощности, признать удачным образцом достаточно трудно. Во многом это связано с недостатком опыта у молодой конструкторской школы СССР, занявшей одну из ведущих позиций лишь в конце 30-х, начале 40-х года. Во время длительного пути становления были созданы не самые удачные образцы, и, широко использовалось заимствование зарубежного опыта. Проектирование же орудий большой мощности, в связи с большой сложностью, представляло особую трудность по сравнению с другими классами артиллерийских систем. Недостаток опыта в данной области, а также слабое использование наработок других стран создавали значительные препятствия для советских конструкторов. Основной проблемой БР-2 стал гусеничный лафет. Конструкция лафета задумывалась как обеспечивающая проходимость во время движения по пашне или целине, что в теории повышало живучесть орудия благодаря быстрой смене огневой позиции орудия без его разборки. В реальности применение гусеничного лафета стало причиной громоздкости, и, низкой мобильности системы не только в неразобранном, но, и, в разобранном виде. Возможность маневра огнем сильно ограничивались углом горизонтальной наводки, составлявшим лишь 8 градусов. Для поворота орудия за пределы угла горизонтальной наводки силами расчета требовалось более 25 минут. Живучести, и, мобильности системы не способствовали, и, необходимость разборки пушки на походе, а также отдельная ствольная повозка. Орудие перемещалось с трудом даже при использовании самых мощных отечественных тягачей. В условиях плохой проходимости, гололед или распутчица, данная система практически полностью теряла подвижность. БР-2 таким образом имела плохую во всех отношениях маневренность. Среди других недостатков следует отметить невысокую скорость стрельности. Несмотря на модернизации, живучесть ствола также оставалась низкой. Поспешность с запуском в серийное производство недостаточно испытанной системы стала причиной того, что немногочисленная артиллерийская система разделилась на две серии, которые различались используемыми боеприпасами, и, нарезкой ствола. Проблемы с орудиями, имеющими большую мощность, отечественного производства стали причиной того, что руководство страны решило пойти испытанным путем, использование передового зарубежного опыта. С фирмой «Шкода» в 1938 году заключили договор на поставку опытных образцов, и, тех, документации на две мощные артсистемы, 210-мм пушки, и, 305-мм гаубицы, которые в производстве получили обозначения БР-17, и, БР-18. Основной же проблемой пушечной тяжелой артиллерии СССР было малое число выпущенных орудий. На июнь 1941 года, Красная Армия имела лишь 37-38 пушек БР-2, включая малые боеспособные орудия, имеющие мелкую нарезку, и, полигонные образцы, а также 9 пушек БР-17, которые в начале войны не имели боеприпасы. Для сравнения, на вооружении вермахта имелось несколько типов 150-мм пушек большой мощности, 28 орудий К.16, более 45 орудий СКЦ Слеж-28, более 101 орудий К.18, и, 53 орудия К-39. Все они являлись высокомобильными артиллерийскими системами на колесном ходу, имеющими мощную баллистику. Например, 150-мм пушка К.18 имела следующие тактико-технические характеристики. Походная масса – 18 310 кг, боевая масса – 12 930 кг, угол горизонтального наведения на платформе – 360 градусов, с раздвинутыми станинами – 11 градусов, скорость стрельность – 2 выстрела в минуту, максимальная дальность стрельбы – 24 740 метра. Из этого видно, что немецкая К.18 при одинаковой с советской БР-2 дальности стрельбы значительно превосходила ее по другим параметрам. Кроме того у немецких пушек имелся существенно больший ассортимент боеприпасов, который включал три разновидности осколочно-фугасных снарядов – бронебойный, полубронебойный, и, бетонобойные снаряды. Единственное преимущество БР-2 – более мощный осколочно-фугасный снаряд, который содержал на 1 кг больше взрывчатого вещества по сравнению с зарубежными аналогами. Даже более тяжелые 170-мм пушки на Лафете Ка-18 Мурслов, в 1941-1945 года было выпущено 338 единиц, стрелявшие 68 кг снарядом на расстояние 29 500 метра, превосходили БР-2 по подвижности. Также интересно сопоставление характеристик пушки БР-2 с тяжелым 155-мм орудием М-1 длинный ТОМ, США. Данную пушку как, и, БР-2 разработали в середине 30-х годов. Длина ствола – 45 калибров, дульная скорость – 853 метра в секунду. Несмотря на то, что американская М-1 уступала БР-2 в максимальной дальности стрельбы на 1800 метра, 23 200 метра против 25 000 метра, ее масса в походном положении составляла 13,9 тонн, что почти на 4,5 тонн. Меньше боевой массы пушки БР-2. Кроме того, длинный ТОМ монтировался на колесном лафете, имеющем особую конструкцию с раздвижными станинами. Колеса лафета при стрельбе поднимались, при этом опорой служила спец-платформа, которая опускалась на грунт. По сравнению с гусеничным лафетом пушки БР-2, откатывающимся при стрельбе назад, это позволяло значительно выиграть в точности огня. Сектор горизонтальной наводки М-1 составлял 60 градусов, что также обеспечивало преимущество. Мобильность неразборность американского 155-мм орудия вместе с высокой точностью стрельбы, и, наличием мощных тягачей ставит БР-2 в невыгодное положение даже несмотря на меньшую дальность стрельбы длинного ТОМа.